Ты когда говорил о том, что слишком осторожно вел бой, откуда взялась эта осторожность? Я не из тех парней, кто извиняется, но я правда думал об этом. Столько всего случилось за последнее время. У нас был самый лучший карт в истории UFC, Мэдисон Свердгарден, фанаты с ума сходили, моя семья тоже. Ну, спросите у Криса Уайдмана, мне такого не надо. Ну, то есть, я профессионал, и я видел, как его нокаутировали. Он один из лучших моих друзей, и видеть, что с ним произошло, это кошмар. Так что, я профи, профессиональный атлет. Я знаю, чего стоит зайти в октагон, и... Я не могу позволить такому случиться со мной. В тот вечер я вышел на бой и сделал то, что должен был, но просто сделал недостаточно для победы. Я немного остыл, пересмотрел бой. Оказалось, что я думал, что делаю одно, а на самом деле я делал совершенно другое. Мои тренеры меня чуть живьем не сожрали, когда пересматривали бой, ведь я мог выступить намного лучше. Но, знаете, бывают хорошие дни, бывают плохие. Даже в спаррингах, даже в тренировках. Как-то помню, я неделю лупил одного парня на спаррингах, а потом однажды он взял и отлупил меня. И я такой, что за черт? Ну, то есть, это был просто не мой день. Но, вспоминая, что я был готов на все стои, прошел пять раундов с чемпионом, выдержал все его удары и его попытки удушения, это придает мне сил вернуться и попробовать еще раз. Это придает мне уверенности. Как ты будешь готовиться к этому бою? Как я уже сказал, учитывая все то, через что я прошел, я соберу лучших спарринг-партнеров в свой новый лагерь. И вот еще что. Даже зная то, что я тренируюсь так тяжело, как только могу, если у тебя есть хоть какие-то сомнения в своей победе перед тем, как ты выйдешь в октагон, считай, что ты уже проиграл. Поэтому очень важно еще и настроиться на бой. В общем, я вложу все, что только можно в этот лагерь, и я знаю, что буду готов к бою. Но это я и собираюсь делать. Кроме того, я собираюсь наслаждаться всем этим. Для меня вообще настоящая работа, преподавать детям. Каратэ детям, вот от чего я тащусь. Я пример для детей. А деньги, это так, просто приятное дополнение. Так что, чтобы быть счастливым, я не должен во что-будто не стал выигрывать пояс. Один из первых боев UFC, которые я увидел, UFC 2 или 3, в Северной Каролине. Я был с отцом, мне было 12, и я сказал ему тогда, вот, то, чем я хочу заниматься. Я рад, что он поддержал меня. Я слышал в социальных сетях, ты говорил, что не получается договориться о бою. Что ты имел в виду, потому что Тайрон говорил, что он чемпион, или нет ничего плохого в том, чтобы посмотреть, где можно заработать денег. Но в то же время ваш бой прошел, и закончился так, что самое логичное было бы сделать это снова. Как ты думаешь, это правильно искать что-то новое? Да, сразу после боя он говорил, что у нас незаконченное дело. Данна сказал, что нам нужен реванш. Я уже было подумал, что все решено. Но потом он стал говорить о других боях. Джордж Сан-Пьер, Ник Диас, Мак Грегор, даже хотел подняться в вещи и драться с Биспингом. Хотя в то же время есть парни, с которыми у тебя ничья. Я имею в виду, как чемпион может спокойно спать. Я бы не мог спокойно жить, если бы знал, что не выиграл, и пояс мой только наполовину. И так, конечно, не делается. Но в то время... Он говорил со всеми, кроме меня. Я подписал контракт еще в декабре, в начале, еще до Рождества. Ждал, когда подпишет он. И знаете, я запостил картинку, где нам обоим подняли руки с моей подписью. Жду тебя, мой друг. Я не знал, собирается он подписывать или нет, так как договаривался со всеми вокруг. Но это вроде сработало. Так что это просто часть работы, от которой я стараюсь получать удовольствие. Могу я тебя спросить, как ты чувствовал себя вчера на телешоу, когда он делал все эти заявления о том, как он вложился в промоушен этого боя? Ты сидел рядом с ним, доверил во все то, что он говорит? Какие у тебя вообще ощущения от всего этого? Нет, конечно, не верил. На самом деле, я не знал, что там происходит. Я не был рядом, не знал, что за дела у них там с руководством UFC. Но у меня в голове крутилась вот такая мысль. Джон Джонс. Одна из самых больших звезд UFC за все время. И в некотором роде он сам свой злейший враг. Или Андерсон Сильва, один из лучших парней в истории. Я посмотрел на судьбы этих парней, и для меня это просто легенды. Но очевидно, что не зная, как они готовились и с чем сталкивались, что у них было с UFC, кажется, все совсем не так, как есть. И кто знает, что там было у Тайрона, какие там были деньги, как и о чем они договаривались, со спонсорами и так далее, я не знаю. И все эти новости всплывали у меня в голове, но я их не замечал. Я решил для себя, сконцентрируйся на боях, думай только о боях. Не думай обо всем этом шуме, пока все не будет сделано. Потому что я хочу победить Тайрона Вудли в его лучшей форме. Я не обращал внимания на весь этот шум, а фокусировался только на боях. Я хочу, чтобы и он фокусировался на боях, а не на всем этом. Вот так я для себя и решил. Как ты видишь этот реванш? В прошлом бою ему не удалось показать всего, на что он способен. И тебе не удалось сделать все, за что тебя любят. Может быть, ваш стиль так подходит друг к другу, что будет опять пять раундов равной борьбы? Ты знаешь, я готовлюсь к пяти раундам. Я никогда не гоняюсь за нокаутами, не предсказываю их. Если будет, хорошо. Нет, так нет. Но я готовлюсь к пяти раундам боя на пределе. Я знаю, что если я смогу это, он где-нибудь сломается. Моя задача побить его, не важно как. Просто быть агрессивным постоянно оказывает давление. Не важно, зрелищно это будет или нет. В прошлом бою во втором раунде я вообще себе рекламу сделал. У нас был бой вечера, даже говорили, что номинируют на бой года. Так что ждем 4 марта, билеты в продажу уже завтра. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok